итак ребята всем привет сегодня у меня будет видео пояснительно как вы знаете недавно вышел у меня видео сюжет именно по тайне уродливых монет и в комментариях очень много было разногласий по поводу монет с запилами и сегодня хочу вам сделать еще один обучающее пособие чтобы вам все наглядно и убедительно все рассказать и показать будет у нас теория и практика думаю после этих моих видеосюжетах именно после моих слов вы окончательно будете убеждены что это монеты с запилами являются игровыми монетами в свое время называемая игра орлянка правда в разных регионах она называлась по разному так что это очень будет полезной информации начинающим нумизматом копателем так что смотрим будет довольно таки интересной полезной информации не пропускайте и досмотрите видео до конца азартные игры на руси возникли в стародавние времена как неотъемлемая примета товарных денежных отношений во всяком случае уже середина 16 века это каралось штрафами и телесными наказаниями что отражено в государственных законодательных актах из чаще всего упомянутых азартных игр это карты кости и зерень нас сейчас интересует последняя именно зерень так называемые небольшие косточки с белой и черной странами эта игра считалась предосудительной наказание воеводы предписывали наказание занимающейся ей буквально найденные же карты или зерень отбирали сжечь и виновных наказывали кнутом запретный плод сладок может это и вынудил игроков заменить играть именно костями и перешли уже на копейки но не окажись под рукой эти маленькие косточек их вполне могли заменить небольшими стыкальные семечки зернышки зерень монетки основная монетка после реформы елена иглинской матери грозного с 1533 года доведение монеты регулярного чекана в начале 18 века была копейка мне кажется выражение копьё а-ля решето возникло еще до петровской эпохи достаточно посмотреть на копейку чешуйку чтобы увидеть копьё на аверсе и решето буквы на реверсе при этом следует учитывать с решетом население было знакомо во многом раз лучше чем с грамотой может возникнуть вопрос почему не царь всадник не конь а копьё просто-напросто при чеканке на проволочной заготовке не всегда изображение умещалось на монете копьё было в центре и если от садника и копейки коня порой оставались только рожки для ножки то копьё почти всегда легко разглядеть на аверсе копейки чешуи копьё доминант аверса от копья и название копейка так копейка становится инструментом игры вряд ли такие маленькие около грамма монетки подкидывали высоко вращая вокруг диаметра оси скорее всего чтобы не потерять их могли трясти в ладонях или в кружке и выкидывать на стол как видимо было при игре в зерень давайте разберем что такое решка с введением монет регулярного декана петра первого и впоследствии царствования до середины 18 века появилась масса серебряных и медных монет с орлом на аверсе вероятно что именно в это время произошло превращение названия игры зерень в орлянку возможно оба названия существовали параллельно или в официальных документах зерень а в народе орлянка и стали говорить орлянка или решка вместо копья а ля решето ну с орлом все ясно а вот с происхождением слова решка имеются вопросы откуда взялось это слово есть версия кстати наиболее распространены что решка синоним слова решетом есть еще одна смешная решка противоположная орлу сторона монета как и орел решка может быть на стороне аверса или на стороне реверса по самому распространенному мнению слово решка происходит от устаревшего слова ряжка что означает лицо царской россии на монетах изображалась орла государственная герп она противоположна стороне головы царь император сторону монета с изображения головы правителя стали называть ряжкой посредстве слова видоизменилась и превратилась в решку орлянка как известно игра просто народная игра черни чтобы черн играла в орлянку серебряными рублями или полтинниками 18 века представить невозможно известно что некоторые из-за свою жизнь рубля монеты не видели 1713 по 1735 год как раз нас должны заинтересовать мелкие серебряные монеты так называемые регулярного чекана копейки алтыны 5 копеек гривенки на аверсе орел на реверсе название номинала дублируемые д неграмотных счетные знаки как право счетные знаки имели вид крупных точек или бусинок правильнее их именовать счетными знаками но похожие они были всего на орешке думаю так и назывались в народе попробуйте пару раз проговорить как с корговорку орел или орешка и услышите орел решка орел и решка вот где собака зарыта впервые слова орлянка включена в словарь церковно-славянского и русского языка в 1847 году следующее толкование термина орлянка находится в словаре далее 1869 года возьму на себя смелость утвердить что решка происходит от орешков расчетных знаков которыми дублировались номиналы на реверсы мелких серебряных монет с окончанием их выпуска в 1735 году закончилась серебряная и бег орлянки наступал новый медный но как росток пробивает сквозь асфальт и так и орешек дожил до наших дней ведь удивительного такого простого и такого загадочного слова решка ну вот и подошли к расцвету орлянки со временем игра видоизменялась играть стали не за столами в корчме или к боках а на улице на стихийных организованных площадках это настоящая русская азартная игра игроки вставали в круг и каждый выставлял на кон любую сумму денег а сейчас именно я вам поясню и расскажу именно про игровые монеты фишки именно про наши зубцы в середине 19 20 века россии увлечение игры в орлянку проникают широкие слои населения и приобретает невероятные масштабы об этом свидетельствует помимо приводимых цитат и многочисленной находки самих игровых фишек сделаны из медных монет такие монеты вернее фишки изготавливать из монет просто не могли не появиться один из аргументов противника к гипотезе нельзя мол играть меченными монетами да играли и не меченными но монеты с выделенными насечками орлянки удобнее думаю что в разные регионах и в разное время правил игры в орлянку менялись или вообще были другими история показывает что в эту игру начали играть очень давно и не только в россии потому и описание правил этой игры в разных источниках мог быть разными одних только название игры существует масса в каждой игре имеются шулеры нашей игре без исключения были же конечно шулерские монеты как не покажется парадоксально все же есть один вид запилов подпилов краев монеты при которых центр тяжести или какая-то кинетическая энергия способствует выпаданию орла кверху здесь полностью соглашусь с физиками теоретиками которые умеют правильно сформулировать те законы и механики которые тут действуют я же обосновываю это по-своему просто при касании плоскости земли монета фишка будет как бы хромать и заваливаться на нужную сторону если эта страна у нее подпилена вероятно тут играет роль и какую сторону закручивается монета при подбрасывании бысь ну и конечно субъективные факторы угол наклона и момент касания с плоскости плотности грунта и так далее такие артефакты есть и подпиленные они со стороны реверса по всему периметру наряду с монетами с такими хитроумными подпилами которую можно с уверенностью назвать шулерскими к этой же категории следует отнести и так называемой двух орловики сейчас я вам зачитаю именно цитату с 1902 года из газеты сегодня окружной суд слушает дело по обвинению четырех крестьян в шулерстве выразившие в том что подсудимый обыграл в орлянку двоих односельчан при помощи фальшивых двух орликовых пятаков один из подсудимых признан виновным и приговорен к четырехмесячному заключению трое оправданы заметка из газеты новое время от 7 февраля 1902 года а также наши друзья комрады из земли выкапывают тоже очень интересные шулерские монеты ну и для наглядности я вам покажу еще один материал эта монета фишка изготавливалась из медной монеты две копейки серебром николая первого на обоих сторонах вензеля императора причем гравировку подвергся не только реверс но и аверс чтобы нивелировать отличие машины чеканки с ручной работой из двух орликовых чаще встречается спайны из двух монет спаивают две монеты решками вместе ну а сейчас давайте немножко перейдем с теории на практику я вам сделаю какие снимки и какой видеосюжет именно про монеты если монета у нас имеет насечки на фотографии вы все увидите а также и прикоплю видео где в принципе можно понять что именно эти насечки помогают именно в игре в орлянку чтобы не было недоразумений и недопоняток среди играющих что же там выпало чтобы не было спорств в игре возьмите современную новую монету бросьте ее на пол или землю на расстоянии одного метра и попробуйте увидеть что выпало проделайте упражнение несколько раз зрение у меня стопроцентно но далеко не всегда удается однозначно сказать выпал орел или решка теперь берем напильник и делаем запила повторяем упражнение с подбрасыванием монет грани запила отражают цвет независимо от его направления и интенсивности и даже если монета падает так чтобы игроку плохо видно плоскости то блеск запилов уже не оставляет сомнения а вот вы запилите медную монету и покидаете ее при свете костра свечки или каросиновой лампы запилы на медных монетах выглядеть весьма симпатично и ярко итак ребят давайте придем теперь к практике у меня в руках две монеты одна монета видите немножко я поднял рельеф вот а другая обычная монета вот рельеф нужно было конечно чтобы было однотонной как это вот и хочу вам показать именно наглядно потому что я уже изначально говорил что монеты которые имеются а фишечки которые есть именно зазубрины насечки они помогают между прочим камера стоит у меня на уровне лица в основном играли так вот подбрасывали монету монету подбрасывали перед примерно на метр-полтора и смотрели как она вращается вы сейчас в камеру видите как монета перевернулась орлом или решкой не видно я с вами согласен переброшу монету еще раз орел решка видно нет не видно давайте к примеру я теперь брошу монету с насечками вот на монета с насечками ну орел решка смотрите видите насечки хорошо видны именно отражение света если монета будет перевернута насечки вообще не видно вот видите не видно а если монета с насечками то в отражение света эти насечки тем самым видны всем играющим так что когда люди играют в темном месте я вам сейчас постараюсь затемнить именно этот пицентр затемню и вы увидите наглядно что произойдет в данном случае и так немножко помещения мы затемнели и допустим а люди играющие уже при свете там я не знаю при свечей при каких-то керосиновых ламп вот или просто при лунном свете смотрите бросаю монету так куда я бросил бросаем монету видите что-нибудь силуэт орел решка непонятно если же монету бросить именно с насечками смотреть что будет так видите да ничего вы не видите орел решка непонятно но если монета будет перевернута а видите края освещаются и тем самым это видно играющим чтобы не было недоразумений в игре споров разногласий эти насечки в принципе хорошо влияют темноте они видны что сказать с другой монеты невозможно так что насечки делались именно для того чтобы не было разногласий в игре и споров что же там выпало или орел или решка так что вот такая вот вам было памятка именно перешли к практике как видите орлянка не сдается и в нынешнее время есть вот такие вот монеты дорогие друзья подписчики вам судить смог ли я передать свой взгляд на игру орлянка и в разгадке этой загадки стало ли вероятно очевидным или наоборот очевидно невероятно выражаю свою благодарность всем участникам обсуждение темы именно в комментариях до новых встреч в следующем выпуске